МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». В студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. С начала 2020 года отремонтированы 40 подъездов. В администрации состоялось еженедельное оперативное совещание. По сути, работы почти завершены. Идет наладка, откладка лифтов. В Люберцах завершается замена лифтового оборудования. Я любил читать. Читал запойно, все подряд. В основном, как всегда было в наши годы, это приключения, связанные с историей, с географией. Родители сдали ЕГЭ. Подробнее в сюжете Анны Троян. У нас интерес практически опередила время. Чем удивит юбилейный фестиваль технического творчества, узнаем из сюжета Дарьи Борисовой. А теперь подробнее об этих и других новостях. Прошедшая неделя выдалась напряженной для любрецких правоохранителей. За помощью в местное управление полиции жители обратились более 2000 раз. Такая цифра озвучена на еженедельном оперативном совещании в администрации. За прошедшую неделю любрецкие полицейские возбудили 40 уголовных дел. 35 из них раскрыты по горячим следам. Самым резонансным стало преступление, совершенное в одном из поселков округа. Малаховка на улице Московской. Гражданин там свою сожительницу убил. Человек задержан, арестован Следственным комитетом. Проводится проверка. В штатном режиме работают коммунальщики. Вот-вот будет выполнен план по замене лифтов. Уже установлены 99 из 130 кабин. Продолжаются и работы по капитальному ремонту подъездов. В этом году планируют преобразить 470 входных групп. С начала 2020 года отремонтировано 40 подъездов. Управляющая организация ООО «ЛГЖТ» и ТСЖ «Солнечная поляна». На сегодняшний день в работе находится 37 подъездов. Мособл ЕИРЦ по-прежнему часто фигурирует в статистике сайта «Добродел». Ежедневно на портал поступало по 44 жалобы на работу центра. Для ответа на обращение жителей в Люберецком управлении Мособл ЕИРЦ выделен отдельный специалист. То, что у них выделен человек, это хорошо. С нашей стороны наши сотрудники ежедневно будут работать там для координации, пока мы не наладим 100% работу данного направления. На совещании также подробно рассмотрели тему содержания дорог и общественных территорий. Коммунальные службы готовятся перейти на весенний режим работы. На них лежит задача привести в порядок округ к 8 марта и 9 мая. Что волнует жителей Люберец? Владимир Ружицкий выяснил это на очередной встрече с населением. Причем задать вопросы главе округа в 20-ю гимназию пришли не только горожане, но и жители поселков. Они коснулись как личных проблем, так и тем окружного масштаба. Чтобы задать вопросы главе округа, в 20-ю гимназию приехали обманутые дольщики ЖК Томилина. Собственники квартир, расположенных в нескольких домах жилого комплекса, устали ждать ключи. Надежда на то, что въехать в свое жилье они смогут в феврале, стремительно тают вместе с уходящими днями месяца. По нашей информации, там есть проблемы с электричеством. Из-за этого дома не сдаются. В течение ближайшей недели-двух, все-таки, собственник должен подписать переуступку договора технологического присоединения по электроэнергии для, как говорится, обеспечения жилых домов второй категории энергоснабжения. Вопрос только в этом. Пока томилинские дольщики ждут ключи, люберецкие родители, дети и работники культуры, пристройку к дворцу культуры. Там должна расположиться хореографическая школа. Техническое задание на ее строительство уже отправлено на согласование в Минстрой. В этом году начнется проектирование в следующем строительной работе. Будет отшляться строительство «Мир молодого искусства» с пристройкой к ДК. То есть там будет порядка четырех школ разной направленности, танцевальный зал, в том числе хореография. И как вишенка на торте – грядущая реконструкция Октябрьского проспекта. К этой теме на встрече жители возвращались несколько раз. Запущенный в работу проект вызывает у них много вопросов и претензий. Заморозьте на год строительство. Прислушайтесь к нам. Я выражаю не свое личное мнение, не мнение рабочей группы. Я выражаю мнение нескольких тысяч людей, которые уже пострадали. Расширять Октябрьский проспект надо? Нет! Надо! А иначе мы встанем. Было принято решение. Создана рабочая группа. Я не специалист по дорогам. Я не эксперт по дорогам. Сегодня данный проект отрабатывался специалистами, экспертным сообществом. В ближайшее время проектировщики должны подготовить 3D-модель будущей эстакады. Общественность с ней ознакомят на отдельном собрании, посвященном реконструкции Октябрьского проспекта. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев и Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошло очередное заседание рабочей группы по вопросам реконструкции Октябрьского проспекта. Участники круглого стола обсудили подробности компенсационного озеленения. В зоне реконструкции определено 16 адресов, где высадят деревья и кустарники. В ближайшие две недели сотрудники администрации и инициативная группа жителей пройдут по всем адресам, чтобы согласовать план, график и частоту посадки растений. Обход территории начнется в понедельник с дома 203 на Октябрьском проспекте. Кроме того, на встрече принято решение отправить запрос в Совет депутатов для совместной работы по наиболее актуальным вопросам реконструкции главной магистрали Люберец. Реализацию федерального партийного проекта «Городская среда» обсудили в Люберцах. Чтобы подвести итоги проделанной работы на расширенные заседания в городской округ, приехала делегация, в числе которой глава округа, депутаты федерального и регионального уровней, а также члены общественного совета. Увидеть, как выглядит на деле реализация программы «Городская среда» в Люберцах – задача номер один для делегации. За несколько лет благодаря программе заметно преобразовались дворы городского округа, появились современные игровые и спортивные площадки. А на третьем почтовом отделении бонусом в благоустроенной зоне отдыха поставили еще и символичный памятник. Главное в этой работе, по словам координаторов проекта, – оценка жителей. Знаете, у нас двор раньше был совсем другим, а сейчас он прямо благородился. Спасибо большое. При домовой территории в гарнизоне остались довольны и члены делегации, а преображенный центральный парк и улица Звуковая – пример того, как заметно могут поменять облик общественной территории. Оценка высокопоставленных гостей округа – отлично. С улиц города в зал заседаний, чтобы подвести итоги. На расширенном совещании Общественного совета городской среды рассматривали работу в регионе в целом. Так, в прошлом году обустроили 54 общественные территории и более 1300 дворовых. Городская среда – это, прежде всего, улучшение качества жизни наших людей. Это индекс качества городской среды, который должен, в принципе, повышаться, и все мы должны этому способствовать. Но что мы можем с вами сделать? Это, конечно, больше вовлечь жителям путем чего? То бишь, широкого общественного обсуждения программы плана благоустройства. Горожане хотят жить в городах с развитой инфраструктурой. За несколько лет реализации партпроекта удалось добиться успехов в этом направлении. А все благодаря вовлеченности жителей. Только в 2019-м в опросах по благоустройству приняло участие более 2 миллионов жителей Подмосковья. Что мы сделали за эти вот три года? Ну, за эти три года мы благоустроили в целом по Российской Федерации порядка 50 тысяч дворовых территорий. То есть это где-то четвертая часть. И порядка 12 тысяч общественных пространств. Проводились традиционные мониторинги и различные мероприятия. Ну, одни из основных. Это мы каждый год проверяем завершение объектов предыдущего года. По итогам реализации проекта «Городская среда» представители подмосковных муниципалитетов получили благодарности. Лучшими стали городские округа Власиха, Солнечногорск и Зарайск. А председателя регионального общественного совета Юлию Белихову наградили знаком труда от МОСОБЛДУМЫ. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. В этом году в Люберцах отремонтируют 470 подъездов. В рамках региональной программы в округе уже преобразовалось более 30 входных групп. Один из объектов, где завершились работы, посетила наша съемочная группа. Моя мама является старшей по дому, которая, собственно говоря, очень долго добивалась, чтобы нам сделали вот эту красоту. Ну, наконец-то мы дождались. Свежая плитка на полу и на стенах, светодиодные лампы и новые почтовые ящики. За три недели подъезд дома 13-2 на улице Чехова преобразился до неузнаваемости. Каждая деталь согласована с жителями. Они попросили первый и второй этаж сделать, одеть стены в плитку. Каждую плитку здесь, здесь мы согласовывали с жителями. Каждый кабанчик, цвет, сделали им шубу. Причем шубу они попросили сами сделать. То есть здесь раньше были гладкие стены. В скором времени ремонтные работы начнутся во втором подъезде этого дома. Остальные четыре входные группы пятиэтажки приведут в порядок уже в следующем году. Первые результаты работы управляющей компании оценил глава округа Владимир Лужицкий. Эти подъезды мы выбрали совместно с и общественностью, и с депутатским корпусом. Есть то, что у нас в социальных сетях. Мы анализируем, где требуется ремонт. Будет финансирование и субъекта федерации области, и мы, и естественно управляющие компании. Губернаторская программа «Мой подъезд» стартовала в Подмосковье в 2017 году. За это время в Люберецких домах преобразилось более трех тысяч входных групп. Планы этого года – 470 подъездов – планируется завершить к октябрю. В Люберцах продолжается плановая замена лифтов. 99 подъемников из 130 уже введены в эксплуатацию. Наш корреспондент побывала в доме, где монтаж лифтового оборудования близится к завершению. Один из объектов, который вошел в план капитального ремонта в 2019 году – дом номер 70 на улице 3-е почтовое отделение. В многоэтажке уже заменили два грузоподъемных лифта. Дом входит в состав 9-го ЖЭО, 93-го года постройки двухподъездных. Всего 136 квартир. Работа началась в прошлом году. Первая стадия, первый этап был – это замена грузопассажирских лифтов в двух подъездах. На данный момент в доме устанавливают два пассажирских лифта. Ход проведения работ проинспектировал глава Люберец Владимир Ужицкий. По его словам, во всем округе в работе находится 31 единица лифтового оборудования. По сути, работы почти завершены. Идет наладка, отладка лифтов. Понятно, что качество обслуживания, качество работы лифта, оно будет совершенно другим. Пассажирские лифты в этом доме заработают к концу недели. Завершить работу во всех Люберецких МКД планируют в начале марта. Луизей Газарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Третий год подряд Подмосковье входит в десятку лучших по итогам реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя». В Люберецкой администрации провели расширенное заседание общественного совета, работающего в этом направлении. Мониторинг ситуации в сфере ЖКХ – одно из главных направлений работы партийного проекта. Только в 2019-м активисты «Школы грамотного потребителя» провели более тысячи рейдов во время мониторинга подготовки к отопительному сезону, качество ремонта подъездов, капитального ремонта многоэтажек и благоустройства дворовых территорий. Председателем мероприятия выступила секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Лидия Антонова. За достаточно короткий срок проект добрал большие обороты. Хочу поблагодарить Наталье Викторовне вас и всех активистов нашего проекта за активную работу, за то, что на самом деле за такой небольшой срок он стал реальностью во всех муниципальных наших образованиях, во всех наших местных отделениях. И хочется пожелать, чтобы проект вовлекал в себя больше общественных организаций, молодежи, чтобы это было действительно частью жизни. Парт-проект «Школа грамотного потребителя» реализуется в 40 муниципалитетах столичного региона. По оценкам общественного совета, в Люберцах разъяснительная работа с населением ведется особенно эффективно, благодаря активной поддержке проекта местной ассоциации МКД. Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу провело семинар для операторов связи, которые предоставляют услуги на территории Московской области. Встреча состоялась в администрации Люберец. Подробности далее. Обсуждение закона о защите российского сегмента интернета от вредных воздействий стало первой темой семинара. Для того, чтобы вовремя выявить угрозу информационной безопасности на сетях крупных операторов связи, установят специальное оборудование. Задача стоит очень серьезной перед государством, перед операторами связи. Мы все знаем про ДНС-атаки, про ту информацию негативную, которая поступает. Поэтому требовалось разъяснение операторам связи, что мы работаем спокойно, методично. Никакого нет подоплеки в этом, что мы будем ограничивать пользователей, либо абонентов в доступ к всемирной сети. Второй вопрос на повестке. Создание и развитие системы 112. Не секрет, что качество работы экстренной службы напрямую зависит от качества предоставляемых услуг связи. Теперь для того, чтобы набрать специальные номера, абоненты могут использовать интернет-мессенджеры. У нас есть пять способов обращения заявителя в систему. За пять лет мы добились того, что в Московской области 86% вызовов экстренных оперативных служб приходится на номер 112. На сегодняшний день в Московской области услуги доступа к интернету оказывают около 1200 провайдеров. Сотовую связь с жителем Подмосковья обеспечивают более 600 операторов связи. Для того, чтобы охватить всех представителей этой отрасли, управление Роскомнадзора проведет серию таких профилактических семинаров в нескольких городах столичного региона. Люберцы простились с ветераном Великой Отечественной войны Георгием Ивановичем Новиковым. В военные годы летчик-истребитель первого класса не проиграл ни одной схватки с противником. Болезнь стала единственным врагом, который оказался сильнее героя. Георгий Иванович ушел из жизни 19 февраля. Ему было 96 лет. Георгий Иванович, он просто по жизни был светлым человеком. Я его, по сути, не видел. Он и ваим еще. Таким Георгия Ивановича Новикова навсегда запомнят Люберцы. Ему довелось прожить непростую, но яркую, как солнечный свет, жизнь. Наверное, потому что советский летчик-истребитель прожил ее по соседству с главным небесным светилом. Впервые Георгий Иванович поднялся в небо в 1940 году. В полете провел войну. На счету фронтовика 54 боевых вылета. В наше время Георгий Иванович стал живой военной энциклопедией. О своем фронтовом опыте он честно рассказывал с люберецких сцен и перед объективами наших камер. На войне всякое бывает. Не бывает гладко. Бывает и то, бывает и другое. Важен финал. А финал был блестящий. Фашистская гадина была раздавлена в собственной берлоге. Рассказы в прозе сменялись поэзией. На гражданке подполковник авиации открыл в себе вокальный талант и получил новое для себя звание – «Золотой голос Краскова». Георгий Иванович не пропускал праздничные концерты, чтобы спеть о войне. Любимая песня фронтовика, конечно, та, где, обнимая небо крепкими руками, летчик набирает высоту. Ведь одна у летчика мечта – высота, высота. Самая высокая мечта – высота, высота. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. В День защитника Отечества не забыли и о подвиге тех, кто прошел и пережил Великую Отечественную войну. В честь 75-летия Победы глава Люберец Владимир Ружицкий вручил ветеранам юбилейные медали. На торжественной церемонии побывала наша съемочная группа. В этот знаковый день они надели свои ордена и собрались, чтобы вспомнить еще об одном большом празднике – 75-й годовщине Великой Победы. Это праздник, наша гордость, что мы и мы смогли преодолеть такого страшного бандита, нациста, Гитлера, Адольфа Гитлера. Победа – это на весь мир однозначно. За столом участники боевых действий, дяди войны, блокадники – все те, для кого эта юбилейная дата имеет особое значение. Я сегодня хотел бы сказать всем вам огромное спасибо. Всем спасибо за то, что вы с нами, за то, что вы есть. Я каждому хотел бы пожелать долголетия. Вы можете нас рассчитывать, потому что мы перед вами в долгу. Я вам говорю всем спасибо, самое доброе пожелание. Теперь на мундирах героев будет на одну медаль больше. 30 ветеранов и участников войны получили из рук главы Люберец юбилейные медали к 75-летию Победы. Виновники торжества, в свою очередь, исполнили любимые фронтовые песни. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Родители Люберецких школьников побывали на месте своих детей. Экзамен по истории для взрослых провели в гимназии номер 44. Так округ в очередной раз присоединился к акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями». Так многолюдно и шумно от взрослых в школе бывает только после уроков. И теперь, когда родители тоже могут сдать ЕГЭ. У сына Сергея Куликова отношения с историей не сложились. А вот ему, журналисту с 30-летним стажем, любовь к предмету не раз помогала в профессии и жизни. Я любил читать. Читал запойно, всё подряд. В основном это, ну как всегда было в наши годы, это приключения, связанные с историей, с географией. Всю детскую библиотеку нашу прочитал. Ну и любимый предмет. И хотел проверить на самом деле себя, что я там не забыл, что осталось. Просто интересно, как тест пройти. Среди тех, кто решился спустя годы испытать волнение на экзамене, глава округа, депутаты и общественные деятели. Председателю общественной палаты Петру Ульянову 10 лет назад пришлось немало попотеть, чтобы сдать ЕГЭ на твёрдую четвёрку. В этом году мой родной брат заканчивает школу, и он выбрал в том числе сдавать ЕГЭ по истории. Поэтому очень интересно, как этот формат проходит, какие задания изменились. История, я считаю, нужна всем для принятия решений, смотреть, что было до нас и формировать на наше настоящее. Всероссийская акция ЕГЭ для родителей охватила весь столичный регион одновременно. В Люберецком округе экзамен могли сдать все желающие в 44-й гимназии. Для этого здесь специально оборудовали 15 аудиторий. На этом ЕГЭ всё по-настоящему. Задания разработали в сокращенной форме, рассчитанной на полчаса. Всероссийская акция ЕГЭ для родителей началась у нас с начала февраля и продлится буквально до 29-го числа, в рамках которой мы планируем охватить 100% родителей, чьих детей уже в летний период этого года ждёт сдача единого государственного экзамена. Нацелено это прежде всего, чтобы родители поняли, как происходит процедура единого государственного экзамена, и, конечно же, передали эту информацию для своих детей, чтобы ребята более спокойно отнеслись к самой процедуре экзамена. Экзамен по истории сдали более 200 родителей, а это даже больше, чем по русскому языку. В следующий раз смельчаки смогут испытать свои силы в математике. ЕГЭ для взрослых пройдёт 28 февраля в Красковской гимназии номер 56. Дарья Борисова, Анна Трояна и Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Прогуляться по аллее бумажного моделирования и бульвару робототехники смогли гости гимназии номер 16. В пятый раз здесь прошёл фестиваль IQ Park. Самые изобретательные дети Подмосковья съехались в Люберце, чтобы показать чудеса технического творчества. С машинной точностью искусственный интеллект решает арифметические примеры. Конструктор робота-математика – шестиклассник Владислав Сузько. Школьник заставил шестерёнки решать примеры, чтобы добавить урокам математики занимательности. С помощью лего детям будет проще, интереснее изучать математику. Он может показывать детям, какое число больше, показывать состав часа, а также отвечать при устном счёте. Вместе с роботом-математиком экспонатами праздника технической мысли стали почти 600 детских работ. Это рекорд фестиваля IQ Park. Полёт фантазии участников не тормозили. Они смогли блеснуть талантами в робототехнике, конструировании, предметном моделировании и множестве других направлений. Поскольку в фестивале участвуют ребята разного возраста, то мы представляем совершенно разные проекты. Есть, например, отдельная площадка, на которой ребята представляют мультфильмы. Почти половина представленных работ – творение воспитанников гимназии номер 16. На уроках технологии они быстрее других добрались от конструирования табуреток до робототехники. Школа с первого дня развивает в учениках способности к проектной деятельности. Неудивительно, что именно она стала домом фестиваля технического творчества. Гимназия «Интерес» практически опередила время. Школа достигла невероятных успехов. Она является ведущей практически в Московской области и запределами её по развитию, моделированию, конструированию робототехники именно в общем образовании. Это наша главная цель была. Каждая работа получила оценку экспертов. Авторов лучших проектов отметили дипломами. Но, как отмечают организаторы фестиваля, более ценная награда – возможность обменяться опытом. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Еще одним подарком ко Дню Защитника Отечества стал праздничный турнир по художественной гимнастике «Мой добрый папа». Соревнования во Дворце спорта «Триумф» стали отборочным этапом для спортсменок со всего столичного региона. Гармония, грация, эстетика – все это присуще красивейшему виду спорта. Однако за красотой художественной гимнастики стоит упорный труд и дисциплина. Преодолеть себя и свое волнение на турнире – половина успеха. История, 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 история. Воспитанницам столичного клуба покорять спортивные вершины помогают не только ежедневные тренировки и поддержка родителей. Конкуренция хорошо, а мир в коллективе еще лучше, говорят наставники будущих чемпионок. Девочек двигает вперед дружба с единомышленниками и неподдельный интерес к художественной гимнастике. Мне за площадку волновалась. До этого потеряла один раз и пошла уже. Мы помогаем друг другу, потому что мы лучшие подруги. Турнир «Мой добрый папа» – это не только праздничный подарок сильной половине человечества, но и отборочный этап соревнований Московской области для спортсменок от 11 до 17 лет. Более 200 гимнасток со всего столичного региона поборолись за место в списках лучших. Каждой предстояло выступить как минимум с двумя предметами. Это очень серьезный уровень. Сюда отбираются дети, которые действительно реально работают, трудятся очень много. Самое трудное, мне кажется, в этих соревнованиях то, что сезон только начался после Нового года. И вот уметь из тренинга выйти на соревновательный момент – вот это и есть особенность, сразу ответственность. Чемпионат Московской области, где спорт и искусство сольются воедино, соберет отобранных спортсменок из Подмосковья в конце марта во дворце спорта «Триумф». Народный избранник Вячеслав Калинин примерил роль учителя физкультуры. Он стал участником регионального флешмоба «Зарядка с депутатом». Перед законотворцем стояла непростая задача – обучить воспитанников 10-й гимназии азам грепплинга. К этому уроку Вячеслав Калинин готовился два месяца. Поладить с приемами борьбы без правил ему помогал чемпион мира по грепплингу Артем Петухов. Он же стал ассистентом депутата во время зарядки. После разминки спортсмен и народный избранник показали школьникам основные стойкие броски единоборства. Вместе с гостями подрастающее поколение выполнило упражнения на все группы мышц из боксерского арсенала. Флешмоб «Зарядка с депутатом» запустили в Подмосковье общественная организация «Росмоллспорт». Его цель – пропаганда спортивного образа жизни и мотивация молодежи. А на этом выпуск завершен. Больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в соцсетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова